В августе и сентябре нынешнего года в Верховной Власти произошло несколько серьезных перестановок. Весьма вероятно, ротационный процесс среди важных чиновников еще не закончился, но сейчас мы предлагаем остановиться на самом значимом изменении в социальном блоке, а именно на значении на пост министра образования и науки ученого и государственного деятеля Ольги Васильевой. Курс предшественников Васильевой на должности главных по образованию, иначе как ультралиберальным и мегадеструктивным для нашего государства не назовешь. Андрей Фурсенко и Дмитрий Ливанов последовательно уводили государство из сферы образования. Занимались обнищанием педагогов. Андрей Фурсенко и Дмитрий Ливанов последовательно проводили курс на уход государства из сферы образования, на обнищание педагогов, обдирание родителей, учеников и студентов, ущемление интересов подавляющего большинства россиян, все еще верующих в свое конституционное право получать фундаментальные знания бесплатно. Все их реформы в конечном счете сводились к насильственной оптимизации, а проще говоря, к тотальному секвестру научно-образовательных учреждений, демонтажу последних завоеваний советской эпохи. Естественно, наша образовательная система перекраивается строго по западным лекалам, в основе которых лежит баллонская система и единый государственный экзамен, ЕГЭ. А по большому счету мы потеряли суверенитет в этой важнейшей сфере еще в начале 90-х, сразу после распада СССР. В 1983 году был создан Европейский круглый стол промышленников, объединивший 47 крупнейших корпораций, главы которых регулярно собираются в Бильдербергском клубе. В дальнейшем эта организация стала диктовать свою волю всем европейским лидерам, навязывать выгодные для себя законы Европейской комиссии. Именно с подачи круглого стола промышленников подход к образованию из воспитательного, формирующего личность человека, изменился на рыночно-утилитарный. Вместо слова «знания» в Европе стали говорить «компетенции», а образовательные учреждения стали восприниматься как промышленные предприятия и частные бизнес-проекты. После учреждения Всемирной торговой организации в 1995 году и принятия Евросоюзом Генерального соглашения по торговле и услугам процесс передачи знаний новым поколениям на Западе стал полностью коммерческим. В тексте доклада Европейской комиссии того же года говорится «Образование должно считаться услугой, оказанной экономическому миру». Теперь понятно, откуда растут ноги у аналогичных определений в российском законотворчестве. Покупателями образования в созданной чуть позже Болонской системе стали транснацкорпорации, а продавцами – ректоры университетов. Задумка создателей этой системы проста. Частные инвестиции в учебных заведениях должны значительно превосходить вклад государства. Следовательно, человеческий капитал, получаемый на выходе, формируется целиком и полностью в интересах хозяев денег, наднациональной бизнес-элиты. В России образование до недавнего времени преображалось строго по той же схеме. Но 19 августа этого года наши еврореформаторы получили неожиданный удар. В этот день новым министром образования России стала Ольга Васильева, педагог, доктор исторических наук, специалист по истории Русской Православной Церкви советского периода. Помимо успешной научной карьеры, Ольга Юрьевна много лет решала социальные и культурные вопросы в правительстве и администрации президента, показав себя как сторонник традиционных российских ценностей. Глобальные выводы делать пока не будем, но первые заявления министра Васильевой обнадежили патриотов. Я буду делать все возможное, чтобы в неурочное время было направлено на воспитание и формирование школьника как человека. Я считаю, что в школах интернету должна быть профилактическая замена, чтобы ребенок занимался активной деятельностью, спортом, музыкой, чтобы отвлекать его от постоянного желания сидеть все время в сети. Для меня приоритет – это учитель. Я сама педагог. Учитель – это служение. Учитель – это миссия. Учитель – это наше будущее. Сегодня дети, а завтра народ. Васильева не только говорит, но и делает. Она уже уволила ряд высокопоставленных чиновников Минобразования, которые при Дмитрии Ливанове отвечали за информационную политику, имущество и кадры. К 2017 году она намерена вернуть в школы обязательные уроки труда. Еще одна заявленная Васильевой задача – восстановить единые стандарты обучения в школах, устранить излишнюю самодеятельность в учебных планах разных регионов страны. Между прочим, единство и согласованность всех звеньев образования – характерная черта советской системы, которую не так давно признавали лучшей даже наши западные партнеры. Хочется верить, что Васильева сознательно возвращается к лучшим наработкам советской эпохи, которые, в свою очередь, многое позаимствовали у системы русского просвещения XIX века. Педагог как помощник и воспитатель, процесс обучения как процесс формирования личности с активной гражданской позицией, выпуск школьников и студентов с широким кругозором, которые уже в отрочестве определялись бы с будущей профессией и получали для ее освоения всестороннюю поддержку государства. Вот завоевание времен СССР, которое либералы во власти шаг за шагом сдавали в угоду меняющемуся рынку. Сейчас самое время к ним вернуться, потому что другой альтернативы у России просто нет. В глобальном, динационализированном пространстве нашей стране уготована роль кормовой базы и человеческих ресурсов для хозяев денег. До настоящего момента наше образование затачивалось под выпуск потребителей и универсальных эффективных менеджеров. Очень хочется верить, что появление на должности министра образования человека консервативных взглядов означает смену ветра в социальной политике. Хотя, давайте не будем забегать вперед. Как говорится, по делам мы узнаем.